Для многих из нас этот год запомнится на всю оставшуюся жизнь. Вестокостный год. Год изменений, кардинальных изменений. В этом году человечество столкнулся с очередной пандемией. Естественная эта пандемия или все же она была создана искусственно, у каждого на этот счет свое мнение. В связи с этим в марте-апреле были введены ряд ограничений. Появился новый для нас термин – самоизоляция. Так как началось все это весной, то толком самоизолироваться не пришлось, да не получилось бы, потому что весенние полевые работы никто не отменял, тем более какая-то пандемия. Занайся эти работы, никто выполнять не будет. Самоизолировался я у себя в гараже или на участке. Итак, как это было. В конце января 2020 года родителям купили мотоблок Агат. Теперь у меня и у родителей одинаковые мотоблоки. При покупке, естественно, мы проверили его комплектность. Привезли домой. Дом уже подробнее рассмотрели сам мотоблок и приложенный к нему зип. Скажу сразу, комплектность с покупки первого мотоблока совсем не изменилась. Но этот мотоблок шел уже на пневматических колесах. Тот первый был укомплектован цельнометаллическими колесами. Вместо шины с камеры толстый резиновый протектор. Только об одном приспособлении с комплектности я не знал для чего оно служит. Но мои подписчики мне подсказали, что это оказывается вороток. Так как в качестве воротка я использую всегда другие приспособления, то даже не мог предположить на тот момент область применения данного металлического изделия с комплектности мотоблока. Не ожидал я, что вместе с гаечными ключами в зип положат вороток. А был ли он в комплектности первого мотоблока, я уже не помню. Через некоторое время после покупки мотоблока мы все-таки решили его завести на короткое время. Так как хранился он в помещении, где вентиляция есть, но она недостаточна для выведения выхлопных газов от двигателя. Завели мы его в благополучный. Двигатель проработал несколько секунд. Мы услышали звук работы нового двигателя FUN. Конечно же звук у уже отработавшего много моточасов двигателя другой. Всегда интересно изучать новую технику. Хоть конструкция мотоблока мне полностью известна, но это же новый мотоблок. Пришла весна. Так как он мотоблок, первый мотоблок, зимой хранится у родителей, то мне пришлось ехать за ним. Вынесли мы его из места хранения на улицу. Родители попросили меня вспахать небольшой участок фрезами. А мне же за радость. Руки давно уже чесались что-нибудь вспахать мотоблоком. Установил я новые фрезы и начал работать. Этот участок никогда не обрабатывался техникой. Всегда копали лопатой. А осень тем более никто не копал. Ожидал я, что земля будет плотная, но нет. Мотоблок шел легко. Сначала все прошло на первой передаче, а потом обработал весь участок на второй. Время – середина апреля, поэтому работал комфортно. В общей сложности работу на этом участке выполнил за 10 минут. После обработки первого в этом году участка, немного помыв мотоблок, загрузил его в автомобиль. Со снятыми колесами и снятым рулем управления в багажник автомобиля он поместился с легкостью. Вот так вот, друзья. Я так и перевожу свой мотоблок, где он хранился у родителей. Папа мне помог его загрузить. Ну и сейчас посмотрим. Приеду к гаражу, будет ли кто мне там помочь или не его разгрузить. А так придется одному его разгружать. Посмотрим, как получится. А так вот он у меня едет сзади в машине. Таким способом я его и перевожу. Вот он лежит спокойно. Перемещается со скоростью 60 км в час на данный момент. Сейчас может быть побольше поедем. Около гаража мне его пришлось разгружать самому. Если бы мотоблок был тяжелее, то я навряд ли смог бы его один разгрузить. Установил на него колеса, завел и мотоблок своим ходом заехал в гараж. Когда я мотоблок загонял в гараж, то заметил, что двигатель работает как-то нестабильно. Но сначала я не придал этому значения. Но все-таки это меня беспокоило. В один прекрасный день я пришел в гараж и решил завести двигатель на мотоблок и еще раз послушать, как он работает. Завел я его. Сначала двигатель работал устойчиво, но потом он начал как бы троить. В течение трех часов искал я эту проблему. Но не может же троить одноцилиндровый двигатель. На что я только не думал. И на карбюратор, и на воздушный фильтр. Даже мысли были, что выпускной клапан прогорел. Оказалось все как всегда очень просто. Слетела пружина с рычага центробежного регулятора оборотов двигателя. Установил пружину на место и двигатель заработал как должен всегда работать. Но впоследствии мне все равно пришлось заменить рычаг полностью с пружинами, так как он уже плохо фиксировался на самом центробежном регуляторе. Как обычно, каждую весну перед началом огородно-полевых работ я произвожу замену масла в двигателе мотоблока и в редукторе. А также меняю воздушный фильтр двигателя. Перед самым началом работы двигатель хорошо прогреваю. Сначала меняю отработанный воздушный фильтр на новый. Потом сливаю отработанное масло с двигателя. Устанавливаю мотоблок так, чтобы двигатель относительно поверхности земли располагался горизонтально. И заливаю чистое масло в двигатель, ориентируюсь по метке на щупе пробки, закрывающей заливное отверстие двигателя. Соответствующую процедуру произвожу с редуктором. Только на редукторе пробу сливного отверстия закручиваю перед заполнением его маслом, так как заливная горловина у редуктора находится сверху. Хочу дать один совет, если у кого нет щупа. Вот видите ту шерстерню через отверстие. Вот если включить где-нибудь между нейтралкой и второй скоростью, вы ее увидите. Вот если она как сейчас выглядит в масляной пробке, то значит уровень масла в редукторе достаточно. Это как можно определить? Проехались примерно на метаблоке где-то метров 100-150. Остановились, открутили пробку. И посмотрите, если эта шерстерня не сухая, а выглядит именно так вот. Так вот именно в масляной пробке, то 100% уровень масла в редукторе достаточен. И не надо никакого вообще щупа делать, умудряться. Вот таким способом можно проверять уровень масла. Но если естественно она сухая, значит надо поднять уровень масла, добавить туда масло в этот редуктор. Итог. Масло в двигателе и редукторе заменено. Мотоблок готов к выполнению поставленных задач. В один прекрасный день мне позвонил друг и спросил, не нужен ли мне навоз. Конечно же нужен. Меня заинтересовала цена навоза. Он ответил, что ни о какой цене и речи быть не может. Сказал, что я могу приезжать в любое время и взять навозу сколько захочу. В течение летнего сезона я привез нам часто около десятка таких прицепов с навозом. А все потому, что у нас с ним взаимопомощь. Если я его попрошу что-то помочь, то он в любое время приедет и поможет. Так же происходит и с моей стороны. Продолжаем тему взаимопомощи. Через некоторое время мне снова позвонил друг и попросил, чтобы я обработал с помощью потоблока небольшой участок на территории около его дома. На этом участке он собирался делать грядки. На этот участок никогда не обрабатывался. Потому что на этом месте когда-то стоял старый деревянный дом. И у него был кирпичный фундамент. Об этом стало неизвестно, когда друг стал расчищать эту территорию и при этом он из земли достал много осколков от кирпичей. А иногда даже попадались много целых кирпичей. Даже при работе мне они попадались. Поэтому работал с осторожностью, чтобы не повредить ни фрезы, ни редуктор мотоблока. Работать начал на первой передаче. Обработал верхний слой земли на всем участке. А потом продолжил обработку участка на второй передаче. Так в течение 10-15 минут вся работа была выполнена. Пришло время и для пахоты своих участков. Обычно вспашку весной произвожу в майские праздники. Так как дней свободных много и обычно в эти дни в основном сухая и солнечная погода. И никуда торопиться не надо. Уехал на весь день на участке и работать там не торопясь. Свои удовольствия. Плуг производил способом свал, то есть начиная с серийного участка. Плуг закреплен на самоцентрирующейся сцепке. Поэтому он как бы находится в плавающем положении по горизонтали относительно мотоблока. Для первого прохода плуг отрегулировал так, чтобы его стойка была строго вертикальной. Далее по ходу приходилось регулировать угол атаки. Возвращаясь назад делаю уже второй проход. Направляю мотоблок так, чтобы правое колесо катилось по борозде. То есть вдоль границы не вспаханной земли. При этом никакие регулировки с плугом не произвожу. Угол атаки оставил прежний. При третьем проходе правое колесо идет уже по вспаханной земле. При этом ориентируясь как бы по воображаемой границе сваханного и невспаханного участка. Также никакие регулировки с плугом не произвожу. Четвертый проход. Правое колесо уже катится в борозде, а левое по не вспаханному участку. Так далее и будет производиться спашка. Поэтому на этом этапе отрегулировал плуг так, чтобы стойка плуга была расположена строго вертикально, так как сам мотоблок при работе находится немного под наклоном. Далее по ходу работы, производя с плугом манипуляции с регулировками угла так и углом наклона по вертикали, добился такого результата, чтобы при работе мотоблок никуда в стороны не тянуло. Их спашка производилась с сохранением своего здоровья, в частности надо поберечь спину и руки. В этом году земля влажная, поэтому спаханная земля получилась немного с глыбами. Предусмотрев такой момент, стал пахать первым участок, который имеет небольшой уклон, так как солнечных лучей на него попадает больше, поэтому он наиболее просушенный. Таким способом я испахал первый участок. Потом немного подкрепившись, переехал на другой участок. Этот участок расположен на ровной местности, поэтому и почта этой весной была здесь более влажной и тяжелой. Пахать начал таким же способом, как и на первом участке, и такие же регулировки производил с плугом. Даже уже майские жуки стали из земли выползать. Чуть одного не задавил, отнес его в безопасное место. Так спокойно и не торопясь, вспахал за весь день об участках. Благо погода позволила. Рано утром, на следующий день после вспашки, а именно 5 мая, поехал я на участке сажать картофель. Утро суперское, не жаркое и не холодное. Чувствовалось по погоде, что денек будет солнечный и комфортный. Начал я нарезать бороздки. Для нарезки бороздок применяю крылатый однорядный окушник со сложенными крыльями, закрепленный на той же самоцентрирующей сцепке. Сцепка присоединена к мотоблоку через один присыпной палец. Почва в этом сезоне тяжелая. После вспашки образовалось много крошьев. Но для того, чтобы уменьшить количество крошьев, ничего по этому поводу воспринимать не стал, так как время поджималось из-за тем, что помощники ко мне должны были приехать на некоторое время. И хотелось вместе с ними выполнить большую часть работы. Да и по прогнозу на следующий день обещали дожди. Стали сажать такую почву. При первом проходе стараешься, чтобы бороздка была направлена четко прямо. Выбрал впереди определенную цель и направляешь мотоблок на нее. Таким образом, бороздка получается прямая и без искривления. Дальше работа по нарезке бороздок становится гораздо проще, потому что при последующих проходах мотоблок направляется так, чтобы колеса шли вслед вслед. То есть, когда прошли проход, то после разворота мотоблока каждое колесо идет по своему следу. Таким образом, расстояние между бороздками соответствует ширине колеи мотоблока, а именно 60 см. До приезда своих помощников успел нарезать бороздки на всем участке. Когда помощники приехали, быстро закидали в бороздки картошку, засыпали ее землей и переехали на другой участок. В этот день во время работы испытывал закопыватели, сделанные своими руками. Но я все-таки пришел к выводу, что лучше всего сделать дисковые закопыватели, наподобие дискового кучника, только применять при этом диски малого диаметра. На своих участках картофель посадили, но есть еще участки, где работа и не начиналась. Ко мне обратился мой сосед и попросил, чтобы я вспахал его участок фрезами. Участок его разделен на две части полосой зеленых насаждений, поэтому каждую часть участка обрабатывал поддельности. Для работы земля идеальная, много сил при этом не прикладывал. Сначала все первый участок участка прошел на первую передачу, а потом стал работать на вторую передачу, но уже перпендикулярно проходам, которые были сделаны на первой передаче. Таким же способом обработал другую часть участка. Работал не спеша. В результате работа сделана и силы сохранены. Через некоторое время ко мне обратились с просьбой обработать участок, который долго времени использовался. По прибытии на место я увидел, что работа предстоит тяжелой, так как участок хорошо зарос травой. Хотя была весна и трава еще была невысокая, но на первый взгляд видно было, что дерн достаточно плотный. Я еще даже не подозревал, что работа на этом участке у меня затянется на два дня. Работа стала на четырех фрезах на первой передаче, чтобы не перегружать саму таблох и свои руки. Когда уже работа на первой передаче была выполнена, то произошла непредвиденная ситуация. Продолжение следует... Продолжение следует... На следующий день доделал всю работу на том участке и даже успел обработать рядом небольшой участчик. А на этом участке работ уже производил до шести фрезы, хотя почва была влажная, но работалась без нагрузки. Выполнив всю работу, собрался и благополучно вернулся в гараж. Лето июнь. Картошка подросла, но еще быстрее подросла трава и закрыла картошку ровно зеленым ковром. Дождливая и теплая погода поспособствовала этому. Значит, надо заняться ликвидацией данной проблемы. Прополоть. Чтобы меньше работать при прополке так называемым инструментом мотыгой, или по-другому называть тяпкой, применяю механический способ прополки междурядив. То есть к сетке мотоблока присоединяю нарядный самодельный пропольник, сделанный на скорую руку из того металла, как говорится, который валяется под ногами. При прополке междурядив на мотоблок устанавливаю грунтозацепы малого диаметра под корпус мотоблока, кстати, сделанных тоже своими руками. В результате прополка участка выполнена на 80%. Остается только быстро пробежаться тяпкой только в рядках, где посажен картофель. Решил я модернизировать свою самоцентрирующую сцепку, а именно изменить конструкцию узла регулировки. Ничего нового я не изобрел и не пытался показать, что конструкция имеет что-то сверхтехнологичное, а просто изменил конструкцию до такого вида, как у большинства заводских сцепок тяжелых мотоблоков. Сделал я это для того, чтобы было наиболее удобно производить регулировки во время работы. Чтобы воплотить идею в жизнь, часть металла мне пришлось позаимствовать у новой заводской сцепки. Все равно она нигде не применялась, так как регулировки на этой сцепке было производить неудобно и занимало много времени. Поэтому без сожаления применил частью металла в работе. И снова частично делались из металла, который был в запасе и ожидал своего часа. А властин, из которых состоит основной каркас конструкции, мне друг подарил. Втулку, с помощью которой конструкция крепится к сцепке мотоблока, изготовил из двух толстостенных втулок, которые по прямому назначению должны были применяться в качестве петель для металлических дверей или ворот. Диаметр отверстия втулки соответствует диаметру сцепного пальца. Все отрезал по размерам, приварил, усилил слабые места конструкции. Произвел примерочку. Осталось только испытать и выявить, есть ли слабые места. Для испытаний конструкции, как нельзя кстати, пришло время окучивать картофели. Окучиваю дисковым окучником, изготовленным своими руками. Изначально, когда окучивал картошку в прошлом сезоне, диски были установлены так, что ступицы оказывались внутри фронта работы, то есть с рабочей стороны дисков. Но новая конструкция узла регулировки самоцентрирующейся сцепки позволила установить ступицы с тыльной стороны дисков. Все подготовил, немного подкрепился и начал работать. Во время работы производил регулировки окучника, добивался, чтобы ремень был достаточной высоты и ширины. А работал так, что даже палец полуоси со шприцом потерял, но сразу же нашел. Продолжение следует... Выполняя работу на этом участке, чувствовал, что что-то не так. Мне не нравятся результаты этой работы. Но сделать всю работу до конца, собрался и переехал на другой участок продолжать работать. С теми же настройками окучника обработал весь участок. И снова меня не покидало, чувствуя, что что-то не так работает в сиатский мотоблок окучник. Захотелся провести сравнительный анализ в реальности. Установил диски окучника, как были установлены при окучине в прошлом году. То есть ступицу установил с рабочей стороны дисков. И приближался по участку с такими настройками по несколько гребням картошки. И понял, в чем причины моего недовольства результатами работы. Вот, друзья, посмотрите на результат. Гребни высокие, хорошие, достаточные. А все из-за того, что я просто перевернул диски. То есть просто переставил ступицы на окучнике. А конструкция узла регулировки с цепки все-таки прошла испытание. И при дальнейших работах меня ни разу не подвела. После окучивания стал собираться домой. Когда стал заводить двигатель мотоблока, то оборвался шнур стартера. Стал на месте разбирать стартер и устранять проблемы. Но при этом пришлось ускоротить шнур. В итоге пришло время для его замены. На следующий день в гараже взялся за работу. Благо работа эта не тяжелая. Снял стартер, разобрал его, извлек старый шнур. Намотал соответствующей длины и в соответствующем направлении новый шнур. Собрал стартер, установил его на двигатель и испытал. Долго ждать не стал и на следующий день поехал исправлять ошибки в окучивании картофель на дальний участок. Теперь уже наученный горьким опытом, работа выполнялась теми же настройками окучника, какие были при окучивании на том участке. Да, ребята, кому-то покажется, что диски окучника стоят нестандартно. Хотя нет никакого стандарта в правильности установки диска. Каждый устанавливает их так, как считает нужным и верным в зависимости от своего представления в выполнении работы и от условий работы. Главное прийти к верному результату. А результаты меня вполне устраивают. Проблемы со стартером у меня, конечно, были. Благополучно их устранял. Но все-таки со временем происходит износ деталей любого механизма. Вот в моем случае пришло время заменить стартер, так как у него часто стала влетать возвратная пружина. Это не должно так происходить во время работы, так как приходится снимать стартер, разбирать его, устранять неисправность и снова обратно собирать и устанавливать на место. Это занимает определенное время, что влияет на качество и длительность выполнения работы. Поэтому приобрел новый стартер, благо он у нас недорогой, установил его на место неисправного. Время идет вперед. Постепенно приближается пора копать картофель. Но перед этим нужно подготовить участок, а именно убрать с участка всю растительность, которая будет мешать этому процессу. Сначала между рядей я прошел мотокосоя. Но леска не все смогла скосить. Осталось немного мокреса вина, которых разрослось в этом сезоне во много раз больше по сравнению с прошлыми сезонами. Они перепрялись между собой и расположены крайне низко к поверхности земли, что затрудняет их уборку механическим способом. Поэтому пришло к выводу, что данную работу надо выполнять руками, что я и сделал. Я бы сказал, что при такой работе вьюн мне даже помогал. Тянешь его, а он за собой тянет другого вьюна. А с ними же и мокрец. За один вечер весь участок в 400-ке очистил от личной растительности. Тем же способом такую же работу выполнил и на втором участке. Правда, там травяние растительности в разы меньше. Это я связываю с тем, что состав почвы отличается от состава почвы на дальнем участке. А еще и на подлогу мне пришел мой маленький помощник. В результате совпадения всех этих условий, время на работу на этом участке затрачено гораздо меньше. Травянистую растительность со всех участков удалил, но при этом ботву картофель не затрагивал. Вот теперь и для скашивания ботвы время пришло. И снова в помощь мне мотокоса. Я мало времени затратил на эту работу, так как ботва почти вся высохла. Наверное, больше времени на переезд с одного участка на другой уходило. Но эту работу все-таки нужно было сделать. Зато картошки домой накопал молодой и свежей. Пример, через неделю собрались мы копать картошку. Копая ее выкапывателем, мы изготовлены собственными руками. В этом году почва намного тяжелее, чем в прошлом. Поэтому мотоблок на некоторых отрезках борозд приходился иногда подталкивать. Так как мотоблок сам по себе легкий, массово менее 100 кг. Подталкивал, но не упирался. Если бы я упирался и толкал его, то колеса навряд ли бы пробуксовывали. К сил мне хватит это сделать, уж поверьте. Также во время работы нас не забыл пустить наш маленький помощник. Выкопав картофель на первом участке, погрузив мешки в прицеп, повезли с брательником их на временное хранение. Разгрузились, вернулись на первый участок, собрали все орудия труда и переехали на другой участок. На другом участке, выполнив проходы туда и обратно, пришли к выводу, что проходы надо выполнять в одну сторону, так как участок имеет уклон. Соответственно, проходы стали делать по уклону вниз, тем самым сохраняя свои силы. На этом участке работа шла веселее, потому что все ближе и ближе были к завершению работы. Да и участок по размеру немного меньше первого участка, что не могу не радовать. Пока позволяла погода, нужно было пользоваться моментом засеять участки горчицы перед осенней спашкой. В прошлом сезоне урожай горчицы был никакой. И в этом году на хороший урожай я тоже не надеялся, так как хороших и обильных дождей до момента посева не было уже около месяца. Почва была сухая. Раскидал семена горчицы по участку руками, но надо все это было заборонить. Для бронования впервые применил так называемую конную борону. В прошлых сезонах у меня ее не было, подарили мне ее это весной. Присоединил я ее к мотоблоку при помощи гибкой сцепки. Гибкая сцепка представляет собой веревки с зажимами для тросов, чтобы была возможность регулировать работу броны в целом относительно оси движения самого мотоблока. При первых нескольких проходах отрегулировал сцепку. Сначала прохода делала без груза на броне, при этом она подпрыгивала, если ей на пути встречались комья почвы. Тогда я, чтобы устранить этот недочет в работе, установил на нее груз. В результате брона стала идти за мотоблоком намного стабильнее и увереннее, и стала лучше углубляться в землю. Поэтому всю работу выполнил быстро и, как говорится, красиво. У многих я видел, что ставят подрезной диск перед плугом. Тоже захотелось такое же установить для облегчения работы. Часть материала для изготовления самого диска и конструкции крепления его к самооцентрижующей сцепке у меня была, а другая часть, в основном трубу на 25 и 32 нашел на базе приема металлолома. Трубы достались отличнейшего качества, толстостенные и с качественным сварным швом. Диск я заготовил из листа металла 4 мм. Диаметр диска составляет 300 мм. Это достаточно, так как нашел информацию в интернете о том, что глубина подреза пласта почвы должна составлять от 8 до 12 см. Ступицу для диска я взял от дискового окучника. Просвылил отверстие в диске и закрепил на ступице. Конструкция крепления ступицы с диском к самооцентрижующей сцепке представляет собой систему труба в трубе, так же, как я делал на дисковом окучнике. В данной конструкции 25 труба входит в 32 трубу, при этом сварочный шов в 32 трубе немного сточил. Труба на ступице, в которую входит стойка, привалена к оси ступица под углом. Поэтому мне нужно было соблюсти все эти углы в конструкции, чтобы ось ступицы была параллельной поверхности земли. Благодаря системе соединения труба в трубе, подрезной диск может вращаться в любой плоскости и имеет большое количество стиминерегулировок. Это и глубина среза, ширина захвата, угол среза и т.д. Когда конструкция была полностью готова, то предстояло провести испытания перед основными работами с плугом. Для испытания выбрал дальний участок. Кстати, такую конструкцию мне удалось изготовить и закрепить на самоцентрижущей сцепке благодаря новой конструкции узла регулировки этой сцепки. Иначе мне было бы это сделать затруднительно. Начал испытания. В процессе работы выполнял регулировки. Отрегулировал так, что корпус ступицы подрезного диска катится по поверхности земли и при этом глубина реза получается как раз в пределах 12 см. Так, вот, дно в принципе ровненькое. Вот, рулетка есть. Ну, приложить я взял, например, вот, ключ гаечный. Вот, например, так где-то. Посмотрим, глубина спашки какая. О, где-то 16-17 см глубина спашки. Примерно заметил, где у меня край. Они с пахами на почту. И вот, где-то примерно, где-то до середины. Вот именно вот эти трубы. Стойки. Ну, вот, смотрите. Где-то около 15 см ширина захвата. Результат очевиден. Нагрузка на мотоблок в целом и на руки снизилась более чем наполовину. Ну, что, друзья, я вам скажу. Диск – это вообще вещь. Очень хорошо режет землю. И при этом нагрузка на блок, чтобы разорвать вот этот самый пласт земли, очень хорошо снижается. И мотоблок идти легче. Через несколько дней сосед попросил меня вспахать его участок фрезами. Участок небольшой и земля при этом, я бы сказал, идеальная для работы фрезами. При этом решил выйти в прямую трансляцию, хотя я этого никогда не делал. Хотел узнать, как все это работает и что из этого может получиться. Опыта в проведении прямых трансляций у меня никакого, поэтому пришлось одновременно определяться, как лучше производить видеосъемку. В вертикальном расположении картинкой или в горизонтальном. На участке уже подросла горчица. Поэтому иногда приходилось останавливаться и освобождать фрезы от намотавшихся на них стеблей горчиц и другой растительности. Но работал все равно без нагрузки. При этом еще и погода была комфортная. В такой работе только плюс. И участок обработан, и опыт в проведении. Прямых трансляций немного набрался. В дальнейшем, надеюсь, опыт будет постепенно прибавляться. Все огородно-полевые работы уже выполнены. Осталось только вспахать участки плугом. Приехал на участок уже в снаряженном состоянии. То есть полностью снаряжено навесное оборудование для пахоты. И сама сцепка была уже настроена с момента испытания подрезного диска. Уже третью осень я пошел только в одну сторону, так как седак трактор пахал в противоположную сторону. Таким способом выравниваю участок. Земля в этом году на этом участке тяжелая. Поэтому и пласт землей отрезается плотным. Но горчица все равно свое дело делает. Стенка среза получается ровная, так как подрезной диск настроен так, что расположен точно на оси направления работы коронки отвала пугов. Установлен перпендикулярно поверхности земли. При таких настройках работайте довольно комфортно. Итак, этот участок закончен. Полностью я его вспахал. Делал всю работу, не торопясь. Поехали на тот участок. На втором участке стал пахать тоже в одну сторону, по уклону вниз. Обычно земля здесь лучше обрабатывается, и я думал, что работать будет легче. Тем более работал под горочку. Но я даже не думал, какой сюрприз меня ждет. Друзья, посмотрите, что с землей творится. Осень, на дворе осень. Этот участок обычно осенью пашется очень легко. Тем более на спуск. Здесь земля очень нежная всегда, такая как песок, так как мука после осени. А сейчас что происходит? Глыбище выворачивается. Но обрабатывать участок все равно надо. Друзья, это вообще что-то. Не ожидал я, не ожидал я, что в этой части участка будет такая земля. Сам диск прорезает вот эту почву, но клуб, отрывая саму почву, я бы сказал, что на этом участке ругаться, конечно, нельзя, но самое известное заднее место. Ничего с этим не подъелось, что придется мне дальше все это пахать. Надеюсь, что дальше, на другой части участка, земля будет получше. Но я только буду на это надеяться. Так я обработал, например, половину участка. Друзья, проблемка. Плуг выворачивает глыбы. Вот, посмотрите, какие. Очень неприятная проблема эта. Ну что, надо проблем решать эту. В любом случае, участок этот надо пахать в осень. Ну, решил я провести эксперимент, результат, которого будет известен только на будущую весну. Смотрим. И тут играет торжественная музыка. Решил я провести так называемый эксперимент, или что так получается, с пахотой. Выходит, что половина участка спахана плугом, а другая половина фрезами. Интересно будет узнать, какой будет результат на следующий сезон при пахоте плугом весной, и как покажет себя травянист растительность в течение сезона. Задел уже есть. Таким насыщенным получился на садово-полевой работу 2020 год, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Самый главный помощник в этих всех делах, конечно же, моему таблогогат. Благодаря ему, все было выполнено качественно и в срок. Также повезло и с погодой. Надеюсь, что следующий огородный мотоблочный сезон пройдет не менее насыщенным. Будем стараться. Ссылки на все видео, эпизоды которых вы видели в этом ролике, можно найти в описании под видео. Желаю всем успеха. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова